Депутаты Госдумы, депутаты Законодательства Собрания принимают антинародные законы. Они приняли закон о переводе застройщиков на экскроу счета, о переводе о льготной ипотеке. В результате цены на жилье взлетели. Понятно. А платить мы меньше не стали. Люди стали больше платить. А у кого из них насос круче? У каких депутатов? Ну вот, которые качают из людей деньги. Качают люди сейчас как новая нефть стала. Нефть, запасы заканчиваются, стали из людей качать. Ну да, людей, кстати, уже разбирают на органы, если так предположить. Ну вот, допустим, у нас страна лидирует по людям, пропавшим в безвести. А куда эти люди пропали? Вот у меня очень большие сомнения, не разбирают ли людей уже на органы. И мы же прекрасно понимаем теневой рынок, что он очень ужасный. Во всем мире это происходит. А тем более, когда в России законы отбирают, когда у нас здесь такой беспредел, то есть основания предполагать, что и людей здесь уже разбирают на органы. И тем более, когда мы знаем, что в Новосибирске, допустим, медицинский бизнес, он отчасти руководит этим медицинским бизнесом Толоконский, который до этого был причастен к банде киллеров Трунова. То есть вообще, в принципе, мы живем в какой-то чудовищной стране. Есть вот видео, тоже в интернете я видел, где Знатков, Солодкин и еще пара известных людей из окружения Толоконского, Городецкого сидят все вместе за одним столом. Там был глава Следственного комитета бывшей нашей Новосибирской области. Сидят все вместе за одним столом, едят, пьют, веселятся. Ну да, а мы потом удивляемся, как же так, а куда же люди пропадают без вести. Да, друзья, не удивлюсь, если их просто разбирает органы под защитой прокуроров Новосибирской области, в том числе, допустим, Хорошего, потому что, ну как минимум, если прокурор Новосибирской области покровительствует безнаказанному выводу десятках миллиардов из-под налогобложения цементом-монополистов, то почему я должен удивиться, если он покровительствует и вот этим вот преступлением по убийствам и тому, чтобы людей просто разбирали на органы.